МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый весенний день дарит надежду на позитивные изменения в нашей жизни. Главное – проснуться с улыбкой и поверить в свои силы. Это «Студия 11» и мы начинаем. Юные дарования. Колледж культуры собирает ожерелье талантов. Какие наши ноги? Заботимся о здоровье своих стоп. Сегодня Всемирный день метеорологии. Праздник отмечается с 1961 года, а в 1950-м создана Всемирная метеорологическая организация. Она занимается вопросами погоды, климата и воды. Страны, которые входят в ее состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных природных явлениях. Ежегодно в этот же день специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. Ну что ж, всем вам, кто посвятил себе этой профессии, желаем точных прогнозов и хорошего настроения. Что касается народного календаря, сегодня Василиса, вешней воды-указательница. В этот день хозяева занимались весенними заботами. Нужно было отвезти воду, чтобы не ушла в подпол. Для этого рыли каналы во дворе дома. Существовали в этот день приметы. Так, синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Но мы-то с вами помним. Главное – погода в доме. Уже завтра в Сыктывкаре стартует 16-й межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования-2021» имени Якова Сергеевича Перепелицы. У нас есть отличная возможность посмотреть и послушать молодых исполнителей и музыкантов. А что именно ожидать в ближайшие дни, нам расскажет Степан Кубик, директор колледжа искусств Республики Коми. Здравствуйте. Добрый день. Степан, конкурс уже 16-й. Это же сколько талантов он юных дарований обрел за это время. Ну, конечно, талантов немало, потому что их от 100 до 200 участников ежегодно принимают. Поэтому мы можем смело говорить, что 1002-то точно есть. Отлично. Ну, в этом году, давайте поговорим про этот год, ребята откуда могут принять участие? Это дополнительное образование и первые-вторые курсы среднеспециального образования музыкальных направлений. Это у нас уже, мы можем говорить точно, Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Архангельская область и, очень удивительно, но Астрахань. Ничего себе, то есть конкурс такой становится, так скажем, расширил свои границы. Да, очень сильно расширил границы. Для нас это интересно и особенно интересно, что как раз Астрахань у нас выступает в номинации «Юный композитор». Та номинация, которая у нас не так давно введена, но она является очень, с одной стороны, сложной, с другой стороны, важной с точки зрения развития искусства в целом. Сколько человек в этом году будет принимать участие? Ну, больше ста – это точно. Говорим о том, что, наверное, заявок 150 на данный момент есть и они еще поступают. Поэтому, конечно, мы работаем и хотим, чтобы как можно большее количество в эти непростые времена приняло очное участие. Потому что не ушли мы в заочный формат, работаем очно, так как в музыкальном направлении достаточно сложно, дистанционно, особенно участвовать в конкурсах. Кто будет оценивать, ребят? Оценивать будут жюри. Жюри у нас, ну, как бы состоит, можно сказать, из двух частей. Да, это, естественно, председатели жюри. Председателями жюри у нас, как правило, являются ведущие специалисты, допустим, музыкальной академии Гнесиных. Да, вот у нас большая часть представителей. Также у нас есть представители из среднеспециальных образовательных учреждений. Каких номинаций будут оценивать, ребят? Номинации у нас оркестровые духовые, ударные инструменты, народные инструменты, фортепиано, вокальное направление, естественно, у нас есть, и юный композитор, о котором я уже говорил. Ну, где же можно будет посмотреть на юных дарований? Ну, именно на юных дарований, конечно, мы с вами можем посмотреть 27-го числа на галоконцерте в Театре оперы и балета, 18.00, который состоится, а познакомиться с выпускником Колледжа искусств и победителем юных дарований и нынешним выпускником уже консерватории с Александром Люлько, допустим, можно будет на открытие 24-го числа. То есть завтра это будет такой творческий подарок, да, получается, ребятам? Да, да. То есть это, с одной стороны, это подарок, с другой стороны, это как раз, ну, какой показатель перспективы, куда расти и как строится траектория развития наших участников проекта. То есть благодаря этому конкурсу ребята смогут, так сказать, новые высоты покорять, да, и потом этот конкурс им еще какой-то плюсик в портфолио даст? Конечно, это огромный плюс, потому что, на самом деле, высокий очень уровень тех ребят, которые приезжают, это очень серьезные соревнования. Не каждый, в принципе, готов в них участвовать, поэтому для них это испытание. Если говорить о концертах, которые пройдут еще в рамках этого конкурса, конечно, 25-го числа у нас пройдет большой концерт Театрового оперы и балета, посвященный 30-летнему юбилею творческой деятельности Игоря Суровцева, нашего преподавателя. Это будет фееричный концерт. Тоже в рамках юных дарований? Да, в рамках юных дарований. Как раз у нас же есть и ударные инструменты, и духовые инструменты, и этот концерт в этом куличе будет выстроен. В общем, ожидается очень много здоровских мероприятий. Спасибо, что пришли, рассказали. Пожалуйста, всего доброго. Есть много профессий, где специалист долгое время проводит на ногах, и под конец рабочего дня они сильно устают. Не зря же существует фраза «валиться с ног от усталости». Поэтому о ножках нужно заботиться, и сегодня несколько упражнений для стоп от нашего специалиста. Сегодня мы с Евгением покажем вам 10 упражнений для здоровья стоп. Первое упражнение в гимнастике для стоп – это надо подняться на носочки, зафиксироваться на 2-3 секунды, напрягаем икры, опускаемся. Так повторяем 10 раз. Разминаем мышцы стопы и фасции стопы. Фасция прикрепляется к пяточке. Второе упражнение. Надо пальчиками захватывать пеленку. Вот таким образом. Тоже можно делать 10 раз по 3 подхода. Для следующего упражнения нам нужны мелкие предметы. Что у вас есть под рукой, мы рассыпаем эти предметы. И надо пальчиками стоп собрать эти предметы в коробочку. Для следующего упражнения нам понадобится резинка для фитнеса. Надо сесть на стул. Почему эти упражнения мы делаем сидя? Нам надо, чтобы работали только мышцы стопы. Не бедра, не колени, а мышцы стопы. Здесь работает мышца, которая прикрепляется от большого пальца к пятке. Мы разрабатываем вот эту мышцу. Для последнего упражнения понадобится нам такая платформа. Можно взять книгу, либо специальный кирпич для йоги. Это упражнение полезно для тех, у кого по утрам болят пятки. То есть есть пяточная шпора, либо по-научному плантарный фасциит. Мы будем растягивать фасцию стопы. Надо встать. Можно пока одной ножкой. В такое положение на носочек встаем. Здесь у нас растягивается фасция, которая прикрепляется к пятке. И тоже работают глубокие мышцы голени и икроножная мышца. Вот таким образом. Чуть-чуть покачиваться. Тут напрягаются вот эти три мышцы. Делайте эту нехитрую гимнастику каждый день. Берегите себя и свои ножки. Первая часть программы заканчивается. Мы продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это «Студия 11». Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересненькое. Забота и внимание. Волонтеры «Победа» и «Звук тыла» заглянули в гости к ветеранам. Пора подавать. В России стартовал конкурс молодежных проектов. Собаки против льва. Чем закончилась неожиданная встреча? Сегодня свой день рождения отмечает один из городов нашей большой республики. Это крупный железнодорожный узел. Он возник в период строительства северной железной дороги в конце 30-х годов прошлого столетия. Но именно 62 года назад стал городом. С праздником Микунь, здоровья жителям и процветания всему городу. А теперь перенесемся в «Уктыл». Там волонтеры «Победы» решили сделать приятное ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Они заглянули к ним с подарками. Такие акции волонтеры проводят регулярно. И самое ценное здесь – это эмоции и улыбки тех, кому вручают подарки. Волонтеры «Победы» клубно-спортивного комплекса посетили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Мои вы дорогие, девочки молоденькие. Боже мой, еще такого чуда у нас не было. Для волонтеров «Уктыла» это не первая акция. Практически на все праздники и памятные даты ребята навещают лиц пожилого возраста, дарят подарки и помогают им по мере необходимости. В «Добрых делах» волонтеров поддерживает и оказывает помощь администрация городского округа «Уктыл» и депутат муниципального образования городского округа «Уктыл» Валентина Терехова. В этот раз, в теплый весенний день, ребята, одетые в руссконародные костюмы, посетили ветеранов и подарили им сладкие наборы. Самой главной наградой для волонтеров стали теплые слова благодарности. Я, знаете, что хочу пожелать всегда? Здоровья, счастья, благополучия, чтобы у вас в будущем все было, все надежно было у вас. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Дай Бог вам всем здоровья, дай Бог всем здоровья. Как я благодарна. Ой, просто не знаю даже, слов у меня нет. Мы гордимся тем, что делаем мир вокруг себя лучше. Мы счастливы, что дарим старшему поколению улыбки, яркие моменты и радость. Мишенька, спасибо, до свидания. Федеральное агентство по делам молодежи объявило о старте приема заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором может принять участие любой желающий. Дерзайте и создавайте свой проект. А в каком направлении двигаться и в каких номинациях можно принять участие, нам расскажет Елена Рассыхаева, начальник Центра молодежных проектов и программ Республиканского Центра детей и молодежи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не первый год у нас уже такие проекты, так скажем, работают, где можно получить грант. Будут ли какие-то принципиальные изменения в этом году? Да, в этом году есть принципиальные изменения. Во-первых, аккаунт на сайте АИС Молодежь России должен быть верифицирован с госуслугами. Это обязательное условие для получения гранта. Во-вторых, сама вкладка грантов, она переехала и находится сейчас в той же строке, где в личном кабинете прописаны вкладки мероприятия, мои проекты, гранты, заявки в этом поле. То есть не все участники сейчас видят вообще, куда подавать гранты, поэтому стоит внимательно отнестись к этим изменениям. Давайте поговорим о возрасте людей, которые могут принять участие. Если это молодежь, то от скольки и до скольки лет? На сегодняшний момент в этом конкурсе могут принимать участие молодые люди от 14 до 30 лет. Небольшой разброс на самом деле. А каких номинациях? Номинаций всего семь, назову несколько из них. Это добровольчество, это спорт, здоровый образ жизни, туризм, медиа, патриотическое воспитание, студенческие инициативы, инициативы творческой молодежи. Вот те самые основные направления. Елена, теперь сделаю кое-что, чтобы заинтересовать наших зрителей. Какую максимальную сумму гранта можно выиграть? Максимальный размер – это 2,5 миллиона рублей. Для физического лица это достаточно много для того, чтобы попробовать свои силы, реализовать свои идеи. А как эта сумма рассчитывается? То есть человек приносит заявку, свой грант, и там уже потом он сам расписывает все расходы на него? Да, на свой проект он расписывает сам свои расходы, что ему нужно. Может быть, это транспортные услуги, может быть, какие-то тренерские услуги, закупка какого-то оборудования. То есть все, что ему нужно для того, чтобы реализовать свой проект, он рассчитывает сам. Правильно ли я понимаю, любой проект должен быть социально значимым? Конечно, это конкурс социальных проектов, поэтому все проекты должны быть социально значимыми. Мало того, нужно еще и подтвердить социальную значимость проекта. Прекрасно знаю, то есть я сталкивалась с людьми, которые гранты уже писали, что это огромная бумажная работа, и просто люди до конца иногда не понимают, что нужно сделать, куда и как, и что написать. Специалисты вашего центра помогают ли в оформлении грантов? Конечно. Мало того, что помогают специалисты нашего центра, у нас еще и сформирован пул экспертов молодежного проектного офиса Республики Коми, куда входит более 20 экспертов, не только города Сыктывкар, но и в муниципалитетах, и они уже сейчас активно оказывают консультационные услуги по подготовке проектных заявок, и даже не только по подготовке, но и по разработке самого проекта, готовы оказывать услуги как в очном формате, так и в дистанционном. Елена, давайте еще раз проговорим. Если человек хочет написать грант, подать свой проект на рассмотрение, что ему нужно сделать, куда ему свою работу отнести? Если ему не совсем понятно, что именно нужно делать, он может обратиться к нам в Республиканский центр детей и молодежи, и непосредственно может обратиться ко мне. Сама заявка подается на сайте АИС Молодежь России. Это все, что нужно знать? Да, этого достаточно. Главное, четко руководствоваться правилами конкурса и методическими рекомендациями, которые были выпущены в этом году Росмолодежью. Все четко прописано, и если им следовать, то победа, она просто неизбежна. Так что смотрите, победа уже почти в ваших руках. Пусть вы еще и писать грант не начали, но тем не менее. Елена, спасибо большое, что к нам пришли, было очень интересно. Спасибо. Человек постоянно стремится упростить свою жизнь даже в маленьких деталях. Вот все мы знаем, как сложно доставать соленые огурцы из трехлитровой банки, особенно если размер руки не позволяет. Но что получится, если форма банки будет не совсем обычной? Сколько легенд и анекдотов ходят про грузчиков. И, надо сказать, небезосновательно. В подтверждение тому следующее видео. А завершить наш видеообзор мы хотим неожиданной встречей трех домашних питомцев с четвертым. Надо сказать, в первые минуты отношения были весьма напряженными. И пока это все, о чем мы хотели рассказать. Наша команда отправляется на поиск интересных тем и собеседников. Напоминаю, если у вас есть что рассказать и показать, присылайте свои фото и видеоматериалы на нашу почту. Ее увидите на экране. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире.